– Хорошо. Дорогие коллеги, сегодня у нас в гостях Григорий Михайлович Кружков. Мне кажется, когда-то он уже у нас выступал, а может быть нет, но неважно. Я надеюсь, что кто-то из вас с ним лично знаком. Но вот мы недавно посчитали, мы с Григорием Михайловичем знакомы, по-моему, уже почти полвека. И что мне о нем сказать? Поэт, переводчик и, в общем, писатель, можно сказать, пишет разные книги о литературе, в частности, о поэзии. И, ну, есть у него разные регалии, премии, но это, в общем, все не так уж и важно. Главное, что он очень хороший поэк, переводчик. И я без дальнейших примечаний просто даю ему слово для сегодняшнего доклада. Григорий Михайлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам слово. А, слышно вы, да? Да. Алло, все в порядке? Ну, вроде слышно. Как качество звука? Я рад приветствовать всех участников семинара. Благодарю, что вы пришли послушать. Тема известная, это стихотворение Пастерната «Ваханалия». Я сразу хотел спросить. Это стихотворение довольно длинное. И хотя у многих, наверное, в голове оно как-то существует, в целом, как некоторая конструкция. Но просто я хотел посоветоваться. Прочесть перед началом стихотворения от начала до конца. Или не стоит, как всем известно. Это если читать, то займет 4-5 минут, я думаю. Гриша, лучше прочитай. Ага, прочитай все-таки. Тогда я сейчас подключу еще один цвет. Низусть, я, к сожалению, не помню. Попробую. По массе никакой не обещаю. Наоборот, так сказать, как факт прочту. Город, темнее небо, тьма, пролет и ворот. У Бориса и Глеба свет и служба идет. Лбы молящихся, ризы и старух шушуны. Свечи пламенем снизу слабо озарены. А на улице вьюга все смешало в одно. И пробиться друг другу никому не дано. В завывании в урана потонули тюрьма. Экскаваторы, краны, новостройки, дома. Клочья репертуара на афишском столбе. И деревья бульвара в серебристой резьбе. И великая эпоха, свет на каждом шагу. В толчье, в суматохе, в метках шин на снегу. В ломке взглядов, в симптомах, вековых перемен. Наших добрых знакомых. В тучах мачт и антен. На фасадах, в костюмах, в простотебе, в прекрасах. В разговорах и думах, умиляющих нас. И в значении двояком. В жизни бедной на взгляд. Но великой под знаком понесенных утрат. Дима, Зис и Татр, сдвинув полосы фар, подъезжают к театру. И слепят тротуар. Дотерявшись в метели, в перекупщике мест осаждают бедсели. Театральный подъезд. Все идут вереницей, как сквозь строй алебард. Торопясь протесниться. На Марию Стюарт. Молодежь по записке добывает билет. И великой артистке шлюет горячий привет. До деревней еще драка. А уж средь темноты. Вырастают из мрака декорации холсты. Словно вылежав с танцев и покинув их круг. Королева шотландцев появляется вдруг. Все в них жизнь, все свобода. И в груди колотье. И тюремные своды не сломили ее. Стрекозою такую родила ее мать. Ранит сердце мужское. Женской лаской кленять. И за это быть может, как огонь горяча. Дочка голову сложит под рукой палача. В юбке пепельно-сизой. Села в край за стол. Рампа яркая снизу. Льет ей свет на подол. Ни почем вверхе хвостки. Похождений угар. Из пихии подмозки. И парит шрансар. К смерти приговоренной. Что и пищи кров. Рвы форты бастионы. Пламя рефлекторов. Но конец героини. До скончания времен. Будет славой отныне. И молвой окружен. То же вешенство и риска. Та же радость и боль. Слили роль и артистку. И артистку и роль. Словно буйство примерши. Через столько веков. Помогает умерший. Убежать из оков. Сколько надо отваги. Чтоб играть на века. Как играют овраги. Как играет река. Как играют алмазы. Как играет вино. Как играть без отказа. Иногда сушкино. Как играл из подростка. На народе простом. И в белом платье полоску. И с косой жгутом. И опять мы в метели. А она все метет. И в церковном пределе. Свет и служба идет. Где-то зимнее небо. Прокатные дворы. И окно шарпотреба. Под гороем и шуры. Где-то пир. Где-то пьянка. Именинный кутеж. Мехом вверх наизнанку. Свален ворох одеж. Двери с лестницы в сене. Смех и мнение обмен. Три корзины с сиреней. Ледяной сакламен. Соседство у гостиной. В столовой. Зелень, горы и кры. Серверовки лиловы. Семды, сельги, сыры. И хрустенья салфеток. И приправ острота. И вино всех рассветок. И всех водок сорта. И под голос на усты. Люстра топит в лучах. Плечи, спины. И дюсты. И сережки в ушах. И смертельные картечи. Эти линии рта. Этих рук безсердечья. Этих губ доброта. И на эти-то диво. Глядя, как мняк. Кто-то пьет молчаливо. До рассвета коньяк. Уж над ним в межеумке Проливают слезу. На шестнадцатой рюмке Не в одном он глазу. За собой упрочек. Право взваться немым. Он средь женщин находчик. Средь мужчин нелюдин. В третий раз разведенец. И дожив десять день. Жизнь своих современец. Оправдал один. Дар подруг и товарок. Он пустил в оборот. И вернул им в подарок. Целый мир смочерет. Но для первой же юбки. Он порвет провода, повода. И какие поступки. Решит он тогда. Ведь гостей танцовщица. Помирает в тоски. Он с ней рядом садится. Это ведь двойники. Зато уже открыто. Может лечь на ура. Королева и без свиты. Подуда топора. И свою королеву. Он на лестничный ход. От печей перегрева. Освежится. Идет. Солки с антеней. Стыдно стужат цвету. Но назад уже время. В духоту. В тесноту. С табаком. В чайных чашках. Весь в окурках. Буфет. Стол в конфетных бумажках. Наступает рассвет. И своей полерине. Перетянутый так. Точно стан на пружине. Он шнурует башмак. Между ними особый распорядок с утра. И теперь они оба. Точно брат и сестра. Перед нею в гостиной. Не встает он с колен. Наделает картины. Смотрит строго. Со стен. Впрочем. Что им бесстыжим. Жалость. Совесть. И страх. Приджевым чернокнижьям. В их горящих руках. В море им по колено. И в безумии своем. Им дороже вселенной. Миг короткий. Вдвоем. Цветы ночные спят. Не прошибает их поливка. Нет. Цветы ночные утром спят. Не прошибает их поливка. Хоть выкатя на них ушат. В ушах у них два-три обрывка. Того, что тридцать раз подряд. Пел телефонный аппарат. Как спят. Святых садовых гряд. Принусывает ночных фантазий. Они не помнят бедобразия. Творившегося час назад. Состав земли не знает грязи. Все очищает аромат. Который льет без всякой связи. Десяток роз в стеклянной базе. Прошло ночное торжество. Забыты шутки и проделки. На кухне вымыты тарелки. Никто не помнит ничего. Итак, это опыт прочтения этого стихотворения. Названия стихов Пастернака сплошь простые. Я имею в виду стихов последних лет. Даже банальные. Весна в лесу, погребы, стога, ветер, дорога, снег идет и так далее. На этом фоне резко выделяется своей неожиданной встречи. Вакханария. Название столь необычное, что при первой подсмертной публикации в «Новом мире» в 1935 году, его даже не решились это название дать, по-видимому, чтобы не заразнить гусей по тем временам, а просто напечатали под звездочками. Толковый словарь Ушакова сообщает три значения слова вакханара. Первое. В античном мире празднество в честь Вакха. Бога вина и веселья. Второе. Разгольное пиршество Ортия. Пример. Попойка превратилась в настоящую Ортию. Третье. Переносное. Крайний беспорядок. Дезудержное своеволие. В скобках. Газетное. И к этому значению дается пример. В Севсовете до чистки царила полная вакханария. Что такое была тогда чистка советского парада, мы догадываемся. Невольно поешься такого примера. А рядовой читатель тех времен, я думаю, знал именно третье значение этого слова. Безудержное своеволие. Дмитрий Быков, который в своей книге о Пастернаке посвятил пять страниц разбора этого стихотворения, он сделал вывод, что в нем отразилось сознание беззаконной любви поэта Кольги Ивинской. И то, что Быков называет разгулом счастья на грани трагедии, греховности на грани священодействия. Гриш, извини, что-то звук как-то странно. Может быть, ты попробуй под другим углом как-то говорить? Да нет, я говорю как обычно. Нет, в смысле вот к микрофону как-то иначе повернуться или его иначе повернуть. Что-то как-то странно, плохо звучит, нет? Плохо, да. Сергей Дмитриевич, по-моему, это плохо что-то у вас. Я не знаю, как остальные, вот я слышу прекрасно. А, ну вас вот я прекрасно слышу. Нет, нет, проблема есть. Ладно, ничего, ладно. Проблема есть, немножко проблемы есть, глуховато звучит. Слышно плохо, слышно плохо, все время глухо и невнятно. Ну это тембр такой. Нет, нет, вначале было хорошо слышно. До того, как... А у вас нет перестаного микрофона? Ну как-то раньше не жаловались, я не первый раз пользуюсь и записывал. По-видимому, просто это может быть связано с моей небольшой простудой. Я начал немножко глуховато говорить как-то. И я постараюсь более четко, может быть, даже звонко говорить. Как сейчас, ничего? Ну ничего. Прекрасно. Хорошо. Значит, я повторю, что Быков, Дмитрий Быков считает, что, значит, тут отразилась любовь поэта Кольги Иринской. И то, что Быков называет разгулом счастья на грани трагедии, разгулом греховности на грани священодействия. Ну, с этим спорить трудно, но что-то можно сюда к этому добавить, если мы учтем еще два текста Пастер-Энака, добавим их анализ. То есть, прежде всего, сравним вакханалию с написанным примерно на ту же тему стихотворением Пиры. Первый вариант в 1913 году, а исправленный вариант в 1928. И я хочу сказать, что не согласен с мнением Анны Андреевны Ахматовой, что в это время Пастер-Энак портил свои ранние вещи. Вот, я не думаю, что он испортил. Мне кажется, что он, наоборот, додумывал им и придавал этим импрессионистическим эскизам глубину и законченность, при этом все-таки сохраняя то ощущение свежести и новизны, которое им было присуще изначально. Так что Пиры 1928 года, произведение вполне зрелого, 38 лет поэта, и, на мой личный взгляд, одно из лучших стихотворений Пастер-Энака его срединного периода между, скажем, 1925 и 1940 годами. Но это, конечно, дело вкуса. Существенно другое верность поэта некоторым важным для него темам и мыслям, постоянное к ним возвращение. Это то, что Пушкин называл любимыми думами, усовершенствуя плоды любимых дум. Вот я вижу такую связь между пирами и вакханалией. Пиры – стихотворение из четырех строк, которые четко делятся на две части. Первые два четверости и, кстати говоря, еще одна строка третьего четверости – это описание разгульных ночей молодой богемы. Пью горечь туберос, небес осенний горечь, и в них твоих измен горящую струю. Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ, рыдающих трофы сырую горечь пью. Ища где мастерских мы трезвости не терпим, надежному куску объявлена вражда, тревожный ветер ночей, тех здраве с свиночертием, которым, может быть, не сбыться никогда. И дальше еще одна строчка – наследственность и смерть за столицы наших трапез. Я хотел обратить внимание на лексику этой первой половины, которая окрашена вот в такие соответствующие богемные, условно говоря, тона. Горечь, измена, горящая струя, рыдание, сборище, исчадие, смерть. Сборище и исчадие, кстати говоря, слова с негативной семантикой и сразу приходит на ум строки Ахматовой. Да, я любила их те сборища, ночные, коваре, бродящая собака. И в ассоциации вспоминается еще другое ее стихотворение. Все мы бражники, здесь блудницы, и с этой концовкой «А та, что сегодня танцует, непременно будет в аду». Можно, конечно, воспринимать эту неодобрительную лексику как чужое слово. Можно предположить, что это ощущение греховности, осознаваемое участниками этих богемных вечеринок, лишь добавляло остроты ощущений. Но я думаю, что и для Пастернака, и для Ахматовой этот конфликт имел более глубокий смысл, чем просто противостояние артистам, обывателям, с его куцей моральной. Итак, девятая строка, первая строка, предпоследние четыре стихи, это еще вот эти сборища, застолья, но уже следующее открывается наступившим ранним утром. В наследственности смерть со стольца наших трапез, а утренней заре верхи дерев горят, в сухарнице, как мышь, копая санатист, и золушка спеша меняет свой наряд. Новый день, и все начинается с чистого листа, в голове, как мышонок, завозился стих, ночное родение вакхус меняется молитвой господину нашему Аполлону. Угар ночи уступает рабочая скейзе, утро, муза поэта меняет бальный наряд на простое платье. Золушки, роковая дева, поившая его горечью измен, превращается в трудолюбивую и скромную хозяйку, наводящую порядок. Полы подметены, на скатерти не крошки, как детский поцелуй, спокойно дышит стих, и золнышко бежит в одни удачная дрожка, а стань последний грош и на своих двоих. Все это очень архетипично, очень по-пастернаковски. Вот отрывок из доктора Жувага, про Лару, кавычки. Сейчас она полжизни отдала бы за то, чтобы оба они не были так хаотически свободны, а вынуждены подчинялись какому угодно строгому, но раз навсегда заведенному порядку, чтобы они ходили на службу, чтобы у них были обязанности, чтобы можно было бы жить честно и разумно. Кавычки закрываются. Нет, не закрывается еще, там такая фраза. Она начала день, как обычно, оправила постели, убрала и подняла комнату. И сам по сторонам с юности до последних дней, до последних лет, как известно, начинал день с того, что убирал и подметал в свою комнату. Так он был приручен. Совсем не случайно, что оба стихотворения и пиры в их ханале окончаются уборкой, наведением порядка. Полы подметены на скатерке, не крошки, а пиры. На кухне вымыты тарелки. Никто не помнит ничего этого ханалия в последние строки. Но наряду с этим сходством композиции «Греховная ночь», «Чистое утро» есть такое композиционное различие. В их ханале не двухчастное стихотворение, как пиры, а трехчастное. Значит, к ночному разгулу тут предстоят не одна, а две сцены строгой чистоты. В начале и в конце. В конце, в последнем отрывке, это утренняя уборка, уничтожающая грязь. Из цветы, которых грязь не может коснуться. А в начале в прологии, метель и молитва. Вечерний снегопад в городе и церковная служба. Город, зимное небо, зима, пролеты, ворот у Бориса Глеба. Цвет и служба идет. К смыслу такой закольцованной композиции мы еще вернемся. А пока усложним наше рассуждение. Добавим к двум этим сочинениям Пастернака еще третье, в котором тоже речь идет о пирах богемы, и которые служат как бы мостиком между романтическими пирами и более сложной, неоднозначной двухханалией. Сочинение называется «Письма из Тулы» и датируется апрелем 18-го года. В нем рассказывается, как автор, проводив любимые на поезде в Тулу и обнаружив, что обратный поезд в Москву будет лишь в три часа ночи, убивает время на вокзале и случайно становится свидетелем пирушки киношников, снимавших в этих местах исторический фильм. Открывается цитата. «Тем временем, как пишу тебе, все продолжается с твоим чередом в другом конце стола. Они гидиальничают, декламируют, бросаются друг в дружку фразами, театрально швыряют салфетки об стол, утерев бритые рты. Мне тошно. Это выставка идеалов века, чат, которые они поднимают. Это мой, общий наш чат. Это угар невежественности и самого неблагополучного нахальства. Это я сам. Вот эти слова, гений, поэт, скука, стихи, бездарность, несчастье, трагедия. Как страшно видеть свое на посторонних. Кавычки закрываются. В случайных богемных соседях поэт видит как бы шарш из самого себя. И его совесть бунтует. Его буквально заливает пламя стыда. Цитата. О, гори, бешеный нефтяной язык, озаривший пол ночи. Завелся такой пошип в жизни, отчего не стал на земле положений, где бы мог человек согреть душу огнем стыда. Стыд, подмог повсеместно. И не горит. Ложь и путанное диспутство. И тут он вспоминает внезапно. Ведь это Тула. Ведь это ночь. Ночь в Туле. Ночь в местах толстовской биографии. Диво ли, что тут начинают плясать магнитные стрелки. Происшествие в природе местности. Это случай на территории совести, на ее гравитирующем, рудоносном участке. И ему становится тошно о самой этой кличке поэт, подразумевающей фанфаронствующего бездельника, топчущегося на заминированной территории духа. Здесь важный для нас ключ. Толстой был всегда мерилом совести Ле Пастернака и второй отцовской фигурой его жизни. Толстовские мысли об искусстве, как внутренний комплекс, всегда присутствовали в сознании Пастернака. Можно ли забыть об этом, читая Вакханариум? Помню, как меня с самого начала поражало в ней изображение бьющего в глаза барского изобилия. Горы икры, коньяка, вино всех расцветок и всех водок сорта. Неужели это описывает тот самый человек, который больше всего на свете оценил скромность и простоту, а смотрел на жизнь обычных людей с их заботами, бедностью, посетневным трудом, с чувством близости и родства. Я льнул когда-то к беднякам не из возвышенного взгляда, а потому, что только там шла жизнь без помпы и парада, хотя и с барством был знаком и с публику деликатной, и о дарбоедству был врагом и другом голе перекатной. И какая мгновенная заморозка совести нужна, чтобы переключиться на семгу и икру. И ладно, если бы тут была сатира, если бы это было сатирическое изображение каких-то там весящихся жиру людей, то есть это все написано не кистью сатирика, а наоборот кистью фламанса, который радуется этому изобилию. В первое время чумы невольно приходит на ум, хотя никакой чумы в этих стихах вроде бы нет, наоборот, все описание премьеры, а затем ночного празднования построено на радостном возбуждении, а описание артистки и ее роли на пылком поэтическом восторге. И все же что-то чумное, лихорадочное чувствуется. Может быть, как раз от избытка этого возбуждения, от печей перегрева, как сказано у поэта, и от этого десовского изобилия пира. То ли банкет у Масолита, то ли бал Сатаны Кремчевиков по этому поводу. Казалось бы, все это чужое, чужое пастернаку, но в том и штука, что не совсем чужое, потому что детская душа поэта, при всей ее простоте, жаждет того же, что и всякая детская душа, праздников, подарков, игры. И здесь она не знает ни меры, ни удержу. Не случайно это же слово «дети» употребляет пастернак в письме Ольги Винской из больницы весной 1957 года. Незадолго до того, как он начал писать «Бухканалево». Мы вели себя, как испорченные дети. Я идиот и негодяй, каким нет равного. Вот и расплата. А как иначе вести себя влюбленным, если любовь – то же самое детство. Говорят, что пастернак не должен был возобновлять свой роман с Ольгой Винской после ее возвращения в Москву, отказаться от нее во время семьи. Но кем он был бы, если бы оттолкнула себя женщина, которая ради него пошла на каторгу? У него, мне кажется, не было выбора. Скульшеревскую Марию Стюарте, играющую актрису, он, конечно, веет свою Ольгу. Все в ней жизнь, все свобода, и в груди платье, и тюремные своды не сломили ее. Мы вели себя, как испорченные дети. Это значит, своевольные, непослушные, нарушающие запреты. Но разве дети могут быть не своевольными? Всем известны дети в шалях. Попробуйте представить себе мир, где люди были бы абсолютно послушны отцовской воли. В таком мире ничего никогда бы не происходило. В нем царило бы скок и смертное. На самом деле, человеком владеют две противоположные силы. Послушание и своеволие. Все дело в их динамическом равновесии. Когда своеволие идет в разнос, жизнь рушится, и человек рушится. Главное все-таки оглядка. Она и есть совесть. Когда ребенок, или подросток, или просто человек своевольничает с оглядкой, на долг, на любовь и милосердие, он все еще находится по эту сторону Божьего. Вспомним, что нарушение запретов было нормой поведения поэта в эпоху символизма. Добавим символизма и теории генисистства, идущего еще, как мы помним, от ниши, которая пронизывала вообще всю культуру Серебряного века. По сторонам отталкивался от символизма, отвергал как бы публичный его порой судорога и отвращение, и в этом смысле его письма, стулы. Но он был с ним нерасторжим и связан, как и все его сверстники. Это была атмосфера, в которую он вырос, как художник. Теоретики символизма проповедовали генисистство буйственный воксический экстаз, без которого невозможно никакое, тем более трагическое искусство. Все толстовское в Пастернаке восставало против этого. Идеал праведной жизни внутреннему близкий. И страстная, дерзкая натура поэта противоборствовали в нем. Кстати, этот идеал праведной жизни отчасти был влиянием, мне кажется, Толстого, чьей авторитет семьи был очень высок, но отчасти шел просто из уклада вот этой еврейской семьи, внутренне как бы праведной. Ну, просто евреи – это как бы люди закона, поэтому они очень хорошо это понимают, что все должно идти по правилам, по закону и, значит, правильно должно быть. Так вот, но с другой стороны, он был поэтом. А своеволие – это единственная закваска творчества. По-моему, этого не нужно доказывать. В рамках строгого послушания можно написать разницу, что проповедь, и то вряд ли. А поэзия требует противоречия, мятежа, столкновения, конфликта. В их анале, как и пир во время чумы, вызов, вызов бытию, людским законам и самой смерти. И тут нельзя не учитывать еще один глубинный мотив стихотворения. может быть, я его бы сам бы даже не увидел, если бы мне не подсказала статья Томаса Венцева, который разбирал стихотворение пиры. Этот мотив связан с текстом Евангелия, в котором, как пишет Венцева, многочисленные застолья ведут к кульминационному событию новозаветной истории, тайной вечери и всему, что за ней последовало. Это все здесь прикрыто, отодвинуто, но это, безусловно, существовало в сознании поэта. И соотносят ваханалию со стихами доктора Живага. И наши вечера прощания, пирушки наши, завещания, чтоб тайная струя страдания согрела холод бытия. Посылая это стихотворение исполнительниц роли Марии Стюарт Тарасовой, Пустерак пишет, «Я это задумал под знаком ваханалии в античном смысле, то есть в виде вольности разгола того характера, который мог считаться священным и давал начало греческой трагедии, велики и лучшей, и доброй частью ее общей культуры. В любом разгуле есть разрушение, грязь и хаос, после которых нужно подметать пол и мыть посуду. Но это тот хаос, из которого только и может рождаться искусство. Состав земли не знает грязи, говорит Пастерлак. Это то же самое, что Ахматовый, когда бы знали, из какого ссора. Ваханария изображение порыва, страсти и своеволия. Но пролог и эпилог стихотворения берут это изображение в такую раму, помещая в такое поле чистоты и святости, которое пронизывает его насквозь и звучит от начала до конца чуть слышимым, но никогда неисчезающим ритмотивом. Это и есть то, что я называю оглядкой поэта. И опять мы сметели, и она все метет, а в церковном пределе свет и служба идет. Это вот в середине стихотворения появляется такая страфа, разбивая листвование. Вот такое эссе, которым я хотел с вами сегодня поделиться. Вот. Если будут какие-то вопросы или свои рассуждения, Сергей, я давай свой прерогатив ведущего, который должен сказать. Нет, ну хорошо, спасибо, спасибо тебе, но действительно теперь у нас есть еще время, ты уложился, хотя стихотворение длинное, но ты уложился в очень короткий срок. Теперь действительно, если у кого есть какие-то вопросы или соображения, прошу вас, подавайте голос. можно я первое спрошу? Алло, алло. Да. Послушайте, спасибо большое, Григорий Михайлович. Очень интересный разбор. я не берусь обсуждать едино-символический смысл стихотворения, меня скорее интригует в нем анахронизм. Я пытаюсь представить себе, когда происходило дело, и получается, очень разные эпохи, потому что с одной стороны напоминает постановку Марии Стюарт, она известна, когда была в 57-м году в Амхате, прибыли самого Пастернака, то есть это точно сфиксированной даты, а с другой стороны дважды напоминаются в церкви Бориса и Глеба. Насколько я знаю, в центре Москвы были две Бориса Глебских церкви, одна у Рубаских бород, другая на Паварской улице, и обе были смесены в 30-х годах. Я слышал об этом. Вот почему постановка так демонстративно, любому москвичу это было понятно, смешал разные эпохи. Я не могу отвечать за поэта. Это его вина, что он такое допустил. Но я считаю, что это можно делать, потому что все-таки не отчет какой-то, это обобщение, и стихотворения могут смешиваться, разные времена проходить разные планы. У многих поэтов бывают такие создательные неточности, то есть они, может быть, вы сказали это почти случайно, может быть, им захотелось так сказать, их несло, а потом указали, но ведь это же не так. Они сказали, что равно оставлю. этот самый хрестоматийный пример, это от родительницы Федора, например, да, и есть еще немало такого рода примеров, когда поэт допускает такую, я по-другому не знаю, как это объяснить, ему понадобилось, чтобы у Бориса и Глеба, значит, есть какие-то более концептуальные объяснения я слышал, что говорили, что и снесенная церковь не исчезает, она все равно, там происходит все равно богослужение, хоть она, хоть ее не видно, вот, я слышал такие рассуждения, но я не знаю, тут это звучит, вот главное, чтобы звучало. я спросил за вопрос, потому что эти стихотворения пастернака очень непосредственно к историческому времени, там упоминается великая эпоха, и это же описывается некоторыми чертами, какая это эпоха, все-таки довоенная эпоха и послевоенная совсем разные времена. Я думаю, он пишет вот о том духе освобождения от страшной несвободы и страха, которое происходило вот в 50-е годы, в середине 50-х годов. И с каждым годом это все больше и больше уходило. Как медленно выходит страх и спор, как после операции наркоз, когда струицы заделают штор, веселье бездорого и до слез. Вот этот уход страха и спор, по-моему, вот это время. И она потом говорит не в прямую, потому что еще не привыкли обо всем говорить в прямую, да. Значение двояком, жизнь недетная на взгляд, но великой под знаком понесенных утрат. Он как бы немножечко маскируется тем, что это можно списать на войну великие утраты, но безусловно он говорит и о других утратах невынужденных, которые понесла страна. Но уже это слышно. Так что я думаю, это стихотворение относится именно к этому времени, оно не могло быть написано в конце церковых, например, и даже, пожалуй, в конце тридцатых. Гриша, вдогонку к этому вопросу. То есть ты считаешь, что вот соединение Бориса и Глеба и Борис и Стюар в 70-х годах это не умышленное такое умышленное сопоставление времен, а как бы такой недосмотр или поэтическая вольность. Вот тут такой выбор. Вот умышленно или неумышленно? на самом деле, я просто не знаю. Не знаю. Я слышал какие-то разные изменения. Мне интуиция ничего не подсказывает. Это может быть просто поэтическая вольность, а может быть в этой вольности поэтической есть внутренняя логика и какой-то смысл. Мне нравится кстати говоря вот такая идея, что церкви снесены и в то же время они есть и в них происходит служба. А может быть приходит другое время сюда, может что-то в виду. я не стану паристианин что-то спросить. Можно мне тоже вопрос? Да, Вера Кать, пожалуйста. Спасибо огромное. У меня вопрос тоже случайность или нет про фигуру Марии Стюарт. Насколько это просто потому, что действительно играла Тарасова Мария Стюарт или эта фигура чем-то еще для того сюжета, который как раз вы развернули важна и совсем может быть необязательный вопрос, а как вы думаете у Бродского сонета к Марии Стюарт он держал в уме эту Марию Стюарт или нет? Ну, я думаю держал потому, что все, что написал Пастернак он держал в голове и хотя он, будучи питерским патриотом так сказать немножечко старался Пастернака задвинуть и присуще даже его макнуть и уже во всяком случае своего влияния то есть влияние Пастернака на себя не показать но оно в общем-то довольно-таки явное вот то есть он не мог не держать это в голове но имел ли он в виду что-то более существенное фактическое чем просто вот это имя которое стало как бы громче актуальнее для значит культурного человека советского именно в связи и с этой постановкой особенно со стихотворением Пастернака нужно было такое естественное имя которое не нужно комментировать которое все как бы понимают ну не знаю спасибо это тоже вопрос который я исчерпывающе не могу ответить и тут надо мне кажется спросить наоборот Иосифа Александровича не ответит ускользнули от наших вопросов да но все-таки ну броский Пастернак ну его эти самые рождественские стихи вот которые он писал из года в год но это уже явно ну под влиянием Пастернака в общем-то написано спасибо спасибо так у кого еще какие вопросы Сергей Дмитриевич да можно мне так ради бога конечно да у меня не вопрос у меня некоторые соображения во-первых спасибо за прекрасный доклад и за то что в этих казалось бы отдаленно расположенных стихотворениях было выявлено главное что всегда волновало Пастернака вопрос о сущности поэзии о сущности творчества и о позиции и стратегии поэта которая в 20 веке для него радикально начинает меняться и вот на эту тему в свое время была очень хорошая статья такой венгерской исследовательницы Анны Хам в одном из сборников Сягетского университета о философии творчества Пастернака где она рассматривала причины отторжения Пастернака с самого начала от во-первых романтической традиции и фигуры поэта-романтика как такого гения противопоставленного миру хотя отчасти и соположенного с ним и очень активное противоположение позиции символистов поэта-символиста с его теоретическим запалом с его творчеством которое вознесено на уровень божественного откровения и теоргического действия у Пастернака как очень хорошо показал своей ну уже не столь недавней монографии Борис Гаспаров я когда-то писала рецензию на эту монографию у него происходит очень интересная вещь он выходит на моменты которые связаны вот с этими двумя тизисами которые в сегодняшнем докладе очень явно прозвучали состав земли не знает грязи и творчество как игра аналогичная игре дитя Тегераклитовского и игре природы потому что игра вина и игра воды в весенних оврагах это нечто что соположено стихией но оно имеет другую радостную а не столь мрачную и трагическую с античными коннотациями связь и у Пастернака очень давно начиная с его опытов первых сборников начиная с близнеца в тучах и далее и далее и далее фигура поэта все время предстает как фигура которая пытается принадлежать жизни поэт для него это не столько теурк демиурк и бурный гений вернее совсем не теурк не демиурк и не бурный гений поэт это состояние это принадлежность жизни и поэзия и сестра моя поэзия которая идет попытки определения поэзии в известных циклах которые идут через аналоги с философией отчасти философии маргуртской школы вот это очень важно потому что для пастернака поэт есть принадлежность жизни как таковой и поэтому с одной стороны этическая составляющая очень важна а с другой стороны это ригористическая толстовская позиция и территория совести и аналогии с новым заветом это хорошо но этого как он считает уже мало это все равно связано с чем-то логическим а поэтическая творческая это не столько даже это не столько вдохновение и не столько строгий этос поэтическая творческая это есть состояние жизни как таковой поэтому поэт и поэзия это растворенность жизни в чем-то это проявление жизни в чем-то это ни в коей мере не поэт как медиум это совсем не похоже На Пастернака. Но у него это выход на представление о том, что вот эта принадлежность жизни со всеми грязным, страстным, ригористическим, этическим, это есть необходимость соотносить себя со всем этим в целокупности. Это очень важно. И теперь еще одно замечание, которое просто может быть даст какую-то отсылку к контексту любопытную. Это статья Волошина «Аполлон и мышь», которая была напечатана, я уже не помню сейчас в каком из журналов, чуть ли не в Аполлоне, но она была напечатана до революции и она начиналась с противоположения вот этой вот статуарной, гармоничной, классичной, застывшей, отчасти такой, я бы сказала, утвержденной универсальной фигуры поэта, как жреца Муз, как того, кто возглавляет вот эту иерархию искусств, идущую от античности, и мыши, которые есть вот проявление этой самой копошащейся, казалось бы, ничтожной части жизни, жизненного мира. И эта мышь подгрызает ступню, пятку Аполлона и в конце концов несет с собой ужас для Волошина, который во многом шел и от символизма, противоборстве от мистическом символизма. Для него эта мышь олицетворяла новый трагизм жизни, гораздо более страшный, чем старые столкновения стихии и культуры Леополонического и Дионисийского в Ницшанской огласовке. И такая же точно мышь ассоциируется в статье Волошина, прошу прощения, и вот с этой мышью скорее ассоциируется другая мифология. Не античная классика, из которой мы все вышли, как из гоголевской шинели, а скандинавская, где ясень, мировое древо, подгрызается много веков мышью. И вот эта ежедневная, мелкая, страшная работа повседневности, то, что может разрушить и принадлежность жизни, и жизнь самая как таковая. Спасибо. Спасибо вам. Это замечательные соображения, которые я вот всем сердцем разделяю, принимаю. Вот. Я мог бы только еще что-то, может быть, к этому добавить. Вот смотрите. Действительно, позиция символистов, поэтов-символистов, этой генерации, она действительно была такая позиция гигантов по сравнению к этой жизненной мелочи, которая там копошится у их ног, у их фрауновых ног. Они действительно чувствовали себя тюргами и так далее. Особенно, конечно, у Баймонта, Брюсова это чувствовалось, но и у младших символистов, таких как Вячеслав Иванов тоже. Очень ясно. Вот. Ну вот, следующая генерация поэтов, которую вот я условно называю вместе с другими постсимволистской генерацией, вот то, что я вижу, главное и общее, то, что их объединяет, вопреки различию разных, значит, кричек, по которым они известны, например, акмеисты, но ведь Пастернак не акмеист, Волошин тоже не акмеист. Да, но все-таки это одна для меня генерация, и вот то, что их общее объединяет, важнее вот этих вот разницы в названиях и, разумеется, в поэтиках. Вот. Это как раз именно это, то, что они оттолкнулись от этого гигантизма, от этой тюргичности и так далее. Короче говоря, они отказались быть сверхлюдьми, нитшанскими сверхлюдьми. Они вот просто обыкновенными людьми. А вот, кстати говоря, вот эта этика и толстовство, это отчасти можно связать с этим, с этой вещью. А раз они простые люди, к ним применимы те же законы, что и к другим людям, они часть вот этой жизни, которая происходит. Сейчас я, может быть, не могу сосредоточиться в достаточной степени, чтобы это сказать. Но вот как Мандештав написал в своей статье, что это, значит, жизнь, это то, что нас объединяет, это заговор живущих, да, против темноты и небытия, всех вообще объединяет. Да, и каждый из них при этом все-таки, безусловно, нес в себе какой-то кусочек, кусочек, ну, не кусочек, нес в себя что-то от представлений предыдущего. То, что время от времени проявляется у них и в жизненной практике, и в поэзии проявляется, я имею в виду, от этого символизма, нитшанства и так далее, всего прочего. Но главный все-таки акцент, главное движение на это обратно, чтобы стать маленькими, стать детьми. Это везде есть Мандештав, Пастернака, особенно вот у дих, в уничтожительных суфисах, которые в большом количестве у них там проявляются. Просто сейчас я с волнением могу сказать, но я с этого начинал свою статью 30-летней давности о детстве и игре у Пастернака, которая в «Новом мире» была опубликована. Вот с набора вот этих цитат и примеров, показывающих этот новый как бы рельеф-мотив, который у них появился. А во многом, конечно, они обязаны символизмом. И Мандештав это, так сказать, открыто признавал, то, что они вышли из луны символизма, то, что символисты привили им европейскую культуру просто, ощущение счастья европейской культуры. И поэтому, какие бы они ни были уже принадлежащие просто жизни, но уже от этого они не могли уйти. И от этого инстинкта, символистского инстинкта, свои идеи все время подкреплять какими-то крупными, крупными такими символами, какими-то ссылками на мифологии всякие европейские, на архетипы, на мотивы. И вот отсюда, например, берется эта самая скандинавская мышь, которая подгрызает корни дерева и драги. Вот у Волошина и всякие другие, у него многочисленные остатки, пережитки вот этого гигантизма. Даже у Пастернака это чувствуется, потому что одно дело, когда он пишет во втором сотворении сестры моей жизни, он пишет, значит, про... Как он там пишет? Ну, то дверь там протарил, в дыре засыпанной крупой, и сквозь фортку там крикнул, какой милый у нас тысячелетие на дворе. А с другой стороны, когда я с Байроном курил, когда я пил с Эггаром по, тут все-таки то, что это не какой попалый человек, то, что поэты отмечены богами, они отмечены судьбой, они принадлежат какому-то роду гигантов. А вот это самое в первом стихотворении, посвященном Лермонтову, он, значит, вашу сестру, как вахланку сам фор, поднимет земли и использует. Даже немножко нелогко читать такие строки. У того же самого поэта... Что ты говоришь, что ты завис совсем? Да, я спрашиваю прощения. Я прервался. Спасибо. То есть я согласен, но просто вот интересно, тут какая-то существует диалектика того, что они от символизма в себе просто внесли иного борьбы с этим символизмом. Ну да, для того, чтобы впасть как ересь в неслыханную простоту, надо все время чувствовать в себе нечто, что тебе это сделать мешает. И отсюда вот трюизмы, может быть, даже в поздней пастернаковской поэзии, которые иногда чуть ли не как банальности звучат, если не знать вот эту его такую богоборческую, символистскую и романтическую программу. И главное стремление вот выказать себя как часть мира, не по символистски, не романтически, не авангардно, а часть мира, часть себя как часть мира, как часть жизни, как таковой. Поэт тоже, ну тот же перегной для жизни, хотя он лучше знает про это, чем остальные. Ну не знаю про перегной, я как-то не задумывался. Ну и то, что он все меняет, упрощает и делает простым и жутейским, это явно. Он берет того же демона Вермонтова, вот он для него, Вермонтова, важен, как вот этот романтический демон, и превращает его в своего демона-подростка, который для него важен, именно вот как шалон Виктору Родину, по крайней мере, как своевольный подросток, который должен освободиться от власти, взрослых, который должен освободиться от этих регламентирующих правил, но это все совершенно по-другому у него. Так что романтист, конечно, есть. Конечно, они были все романтиками, все вообще, это поколение поэтов, они были романтиками, но они никогда бы так себя не назвали, никогда не называли, потому что в какой-то момент это стало вообще немножко как дозным тоном, это слово. Спасибо. Совершенно не с тем. Хорошо. Еще у кого-то есть что сказать? Ау? Что-то, наверное, уже все. Да. Так что, простите меня, у меня иногда нападает ужасный приступ космоязычия, особенно, когда я волнуюсь, и только бумагой возможность писать способны меня изучить, было незаметно. Да? Приступ не был заметен. Ну ладно. Наверное, был совсем. Спасибо за прекрасный доклад, за очень важные мысли, о которых вы говорили. Точно. Спасибо вам. Спасибо за дополнение, уточнение. Продолжение. Спасибо большое. Спасибо. Ну, может быть, в будущем году еще что-нибудь придешь, нам расскажешь. Ой, конечно. С удовольствием, если будет такое предложение. Предложение я сейчас. Заранее. Ну, спасибо большое. Спасибо всем. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Дорогие коллеги, рассылка о семинаре через неделю придет к вам через час. О. Угу. Ура. Будем ждать. До свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания, Лен. До свидания.